Так, уважаемые ребята, приветствуем вас сегодня на нашем очередном мероприятии, которое называется «Погружение в профессию». Сегодня мы с вами встречаемся с очень интересным человеком. Это и человек ученый, и педагог, геолог, да, и очень ответственный человек в плане отношения к природе – это Олег Николаевич Морозов. Ну, бурные аплодисменты, да? Хочется сказать, что с Олегом Николаевичем мы давно и долго дружим, и лично, и на научной основе, да? Поэтому это вот именно тот человек, который душой болеет за науку, душой болеет за природу. И самый главный плюс Олега Николаевича – это то, что он передает это все детям. Значит, он еще является руководителем биологического кружка «Долган», который работает в Банковском районе. Через его руки прошло большое поколение детей, которых он с шестого класса водит за собой по тайге. Очень большие маршруты. Есть страничка ВКонтакте, я потом ссылочку, конечно, отправлю, потому что и фотографии интересные, и видеоролики интересные. И оттуда выходят действительно ребята, которые готовы идти в любой маршрут, в любой сложности, спускаться под землю, да, и так далее. Ну, сейчас, я надеюсь, Олег Николаевич сам расскажет о том, чем он хотел бы с вами поделиться в плане открытой лекции, и расскажет нам много интересного. Добрый день, дорогие коллеги, дорогие друзья. Как уже Евгений Михайлович сказал, я руковожу детским объединением, и уже накоплен огромный, огромный опыт теоретический, огромный опыт практически, которым я как бы готов уже второй раз в вашей аудитории поделиться с вами. Мои наблюдения в природе, мои различные теоретические изыскания, которые привели к каким-то результатам, и об этих результатах я буду вам сегодня рассказывать. Посмотрим, как она от нее получится. Я так предполагаю, что если будут какие-то вопросы, то можно будет их задавать практически, наверное, сразу, чтобы это было проще не забыть по ходу. Но если вы это запомните до конца нашего мероприятия, потом зададите, то тоже будет очень хорошо. Сегодня немножко отличная от моей привычной тематики тема, потому что все-таки основное моё поле деятельности – это пещеры. Ну и как географ, как геолог, как спириолог с пещерами очень много связано, соответственно, я занимаюсь и вот этими проблемами. Она звучит следующим образом. История развития рельефа Баунтовского района. Но это, наверное, скорее всего, будет не совсем точное название. На примере, наверное, да? На примере истории развития рельефа Баунтовского района. Здесь вот, если посмотреть эту карту, граница Баунтовского района будет у нас, соответственно, занимать вот такую площадь. Баунтовский район – это самый большой по территории в республике Бурятий район, 66,8 тысяч квадратных километров, что составляет 18% от площади Бурятий. Это самый огромный район. И, соответственно, здесь присутствует самая разнообразная зона. Это есть даже у нас лесостепи, есть леса, есть высотная поечность, как бы. И все это отлагает соответствующие типы рельефа, соответствующая растительность. Весь рельеф, который у нас имеется в районе, практически он имеет историю. Он историю имеет, и эту историю надо видеть. Надо видеть вам, как будущим исследователям, будущим учителям. И это будет очень здорово, когда вы будете работать, и ребятам конкретно, или ребятам, или своим коллегам показывают, да, вот здесь видите такое, вы видите такое. И это как раз происходит в тех ваших экспедициях, о которых мы говорили, когда мы все те теоретические знания, мы закрепляем практически, не только закрепляем, но и получаем какие-то новые знания и новые выводы делаем на основании этого. Ну, если брать самую раннюю эпоху, про нее, как говорится, мы там не были, архей, ранний протерозой, так называемый, да, и мы можем судить об этом только по работам различных исследователей. Практически нам с той эпохи, ну, наверное, ничего не осталось, кроме горных пород, о которых мы можем сделать выводы о наличии тех или иных климатических условий, о наличии каких-то, кроме всего прочего, различных рельефообразовательных процессов. И, то есть, в принципе, мы можем пока сказать, что были, да, действительно были океаны, были вулканы, архей протерозой, но никаких таких прямых следов в рельефе, в современном рельефе мы и не видим. Если брать уже более поздний период, более поздний период, вот там специально справа я сделал ставочку, около 300 миллионов лет назад, то Иван Гласевич Гордиенко сделал такую реконструкцию, и мы видим, значит, у нас находится в центральной части слева это Сибирский континент, а все, что получается юго-восточнее Байкала, это было море. Море, причем, то есть, та территория, на которой мы с вами сейчас находимся, 300 лет, 300 миллионов, около 300 миллионов лет назад, было море. На основании чего это было сделано, эти находки, выводы? Они были сделаны, прежде всего, по находкам различных животных, ископаемых животных, которые в те времена существовали. То есть, для каждой эпохи характерны определенные животные, и по этим, соответственно, по отпечаткам этих древних животных, определяют один, есть один способ, это определение возраст пород, существовавших тогда. Если обратите внимание, к востоку от Байкала у нас окрашен слепым цветом, это мелководие. Это мелководие, и мелководие как раз давало свои результаты. Вот один из примеров, как раз деятельности морей того времени, мелководие, это древний коралловый риф на ручей Березовом. Это, то есть, мы сейчас с вами помните, может, то барьерный риф и прочее, все есть, многие вы знаете. Это как раз древний риф, возраст которого около 300 миллионов лет назад. И это удалось сделать благодаря отпечаткам, отпечаткам растений, которые там, растений, животных, которые там находятся. Кроме всего прочего, этот риф, скорее всего, был погребен под какими-то рыхлыми обложениями, и сейчас в современном рельефе его проглядываются какие-то формы, не совсем понятные, но, скорее всего, возможно, древние эти формы. Вот как раз вы здесь на этом слайде видите отпечаток кораллов, древних кораллов, великолепный отпечаток. Они, ученые, мы считали до 10 видов различных организмов и растительности, которые имеются на этом рифе. И это сейчас настоящий момент, самый большой в Бурятии, по площади древних коралловых риф. На основании его, то есть ученые определили, что в Дивонское карбоновое время на нашей территории было море. Хотя до этого, хотя до этого предполагалось, это буквально изыскание последних 20 лет, изыскание последних 20-30 лет, до этого предполагалось, что 600 миллионов лет назад у нас было море, потом это море ушло, оно ушло в сторону Китая, и потом была суша длительное время. Ну это очень сложно себе представить. 300 миллионов лет никаких процессов не проходило, никаких следов от этого не осталось, и как-то в это трудно верилось. И вот когда появились новые методы, появились новые технологии, ученые как раз пришли к выводу, что все-таки море от нас отступило только 300 миллионов лет назад, и это карбон-дион-бремя считается. Море отступило и оставило за собой в своем большинстве плоскую поверхность, которая называется пенепреном. Выположение поверхности, поскольку было не экология. Вот здесь вы видите, это галец большой каптон, его высота в настоящий момент 2284 метра над уровнем моря, и абсолютно плоская вершина. Абсолютно плоская вершина. Вот это как раз остатки древнего пенепрена. И они характерны для всей практически территории Литимского плоскогорья. То есть даже очень высокие горы имеют вот эти остатки вот этого пенепрена, древней поверхности выравнения. На некоторых даже очень высоких гольцах, они бывают по несколько квадратных километров до 10 и более квадратных километров. Вообще, в целом, территория Баунтовского района, она характерна следующими морфоструктурами, большими, такими крупными. Это Литимское плоскогорье, Икарский хребет, Икарский хребет опоясывающий запада, и Южномойский хребет, или Становое наборье, то есть Станового наборья. Литимское плоскозорье, как раз для него, чем ближе оно находится к Становому набору, тем рельеф более расшлененный становится, более расшлененным рельефом. В Мезозоре начались все предпосылки для образования Байкальской рифтовой зоны. То есть появились первые признаки, первые структуры, которые потом, позже были подтверждены, и которые стали предшественниками формирования Байкала. Вот здесь, на этом слайде, вы как раз видите, это уже современное представление о Байкале, современное, как у нас происходит, как происходят дыги, в каком направлении, и, соответственно, мы видим открытие. Если посмотреть на эту геологическую карту, на эту геологическую карту, вот этот светло-зеленый цвет, это Кальнодойские впадины, впадины Мезозойского периода. То есть в это время, в это время, в Мезозойский период, начались очень интенсивные поднятия и опускания реки Мплоскогории, что связано с началом формирования Байкала. И, соответственно, они были довольно большими. Почему мы можем об этом судить? Не только большими. Те горы, которые сейчас, в настоящий момент, мы видим по логине, ну, у них, допустим, максимальный угол подъема, это 30 градусов, в те времена были, очевидно, гораздо круче. Почему? Потому что те изыскания, которые проводили во пакинах, там имеют углы наклона 45, 50, 60 градусов. Во-первых, во-вторых, мы во всех пакинах видим большое количество отложений. Большое количество отложений, сформировавшихся за это время. То есть, если бы эти горы были бы не крутыми, не высокими, мы бы такого количества отложений никогда бы не увидели. Это однозначно. И, как раз, благодаря еще вот этим действиям, в этих пакинах мы находим остатки ископаемых в Мезодельского периода. Во всяком случае, я не теряю надежду, что мы где-то у нас на севере найдем зуб или еще что-нибудь, какого-нибудь динозавра. Пока еще этого нет, к сожалению, да, но, в принципе, все возможно. Почему бы и нет? Вот сейчас, настоящий момент, Литинское плоскогорье представляет примерно такой общий вид, то есть, это схолменная поверхность, высоты относительные где-то от 700 до 1800 метров абсолютной высоты, относительной высоты 300-400, максимум 500 метров. И все вершины, большая часть вершин, если они не граничат с какими-то впадинами, где происходило интенсивное разрешение, они, как правило, плоские вверху. Это как раз характеристика Литинского плоскогоря, одна из характеристик. Вот сейчас мы видим картину, которая сформировалась. Собственно говоря, вот как раз видно Байкал, мы видим практически параллельно нему сформировались основные хребты, основные впадины и, соответственно, речки, речки, да, у нас основное их течение происходит под этим структурам, заложенным вперед сформирования Байкала. Местами мы видим немножко обратную картину. Вот если посмотрим, да, река Литин идет как бы перпендикулярно, как бы перпендикулярно. Что здесь произошло? А здесь произошло следующее. В верхней части, вот в этой части, куда раньше он бежал, в этом направлении, здесь произошло поднятие. Это поднятие перекрыло сток воды, и вода соответственно пошла в этом направлении, в противоположном направлении сошел. То есть вот такие вещи, они в принципе довольно легко объясняются. Потом, несколько позже я вам расскажу об этом. Вот что у нас собственно говоря произошло в более поздний период, в Кайнозойский период, когда начали интенсивно воздыматься горные хребты. Это тот у нас же имеющийся Байкальский хребет, Барбузинский хребет, Икатский хребет, Южномуцкий хребет. Что мы здесь видим? Мы видим центральную часть, осевую часть Байкальской векторной зоны, Муйская впадина, где отложение, мышц отложений более тысячи метров. Вокруг нее альпинотипный рельеф, то есть крутыми, очень с острыми горами, что говорит о сильной степени денудации. Если рассмотреть верхние абсолютные высоты и к ним прибавить как минимум мощность средовых отложений, соответственно у нас в максимальной высоте на южном муйском крипте в нашем районе это 2,500. Грубо, где-то если добавить как минимум тысячу метров, воздымания были на уровне 3500 метров. И то есть сейчас многие современные крипты, которые острые вершины, они были в период начального формирования гораздо выше. Это однозначно. Еще что здесь характерно, если смотреть на южную часть от Байкальской рифтовой зоны, то мы видим как раз как происходит поднятие и опускание. Как правило ближние части к рифтовой зоне они очень крутые, в дальней части они пологие. Дальше смотрим следующие, вторая ступень, идут горы, Цыпинские горы, Бабанки, тоже соответственно ближняя часть мыской падения к рифтовой зоне крутая, далее пологая. Следующие это уже ригинская плоскорболия, но все равно это отразилось, да? Усойский хребет. То же самое получается. Ближняя часть рифтовой падения крутая, здесь пологая мы видим. Вот такая рекомендация развита в этих горах и мы как раз понимаем, что вот здесь вот эти горы высота у них 2200, вершины все еще у них пологая, все еще пологая, то есть недостаточно было величины воздевания, чтобы эти горы стали островершинными, чтобы они стали опенопитными, чтобы произошла интенсивная демидация и мы получили тот рельеф, который мы сейчас видим. вот интересный момент, мы видим здесь в центральной части река Цепа, река Цепа бежит, вот мы видим, была древняя древняя впадина где-то, древняя впадина, которая заполнена соответственно осадками. С севера здесь перегородил этот ледник, катился ледник, расставил малена высотой 200 метров, перегородила проход реки Цепи. Она развернулась и мы видим в данный момент, что она прорезает довольно высокие горы. Высота превышения здесь до 1 км на настоящий момент. Но понимая то, что высота вот этого ледника всего 200 метров, всего 200 метров, да, мы понимаем, что когда речка у нас пошла в эту сторону Цепа, вот эта высота гор была гораздо ниже. Она не могла их просто так пропелить, она бы пошла все равно сюда в эту сторону. Соответственно эти горны были еще ниже и она пошла в эту сторону, потом они постепенно поднимались и она постепенно пропиливала до тех размеров, которые мы сейчас видим, которые мы сейчас наблюдаем. Здесь вот немножко я хотел как бы уже среднюю часть нашего мероприятия посвятить тем, наверное, ошибкам, которые совершают исследователи, когда они не очень тщательно анализируют все факторы и делают на основе этого какие-то выводы. Здесь вы видите фотографии, вот у нас такие, как мы называем пустыни, но в общем-то это пески по реке Верхняя Цепа и верхнем течении. Площади этих песков бывают несколько десятков километров. Они немножко чем-то даже похожи, если кто-то видел фотографии или слышал частые пески, так называемые. там даже дюны, на фоне города, на фоне всего, у нас дюны есть, но они слабо выражены, дюны, барханы, и идет переверение песков этих. Это какие-то древние отложения, геологи их отнесли к рамочетвертичным отложениям, которые в данный момент сохранились. То есть это говорит о том, что скорее вся впадина была в какой-то момент заполнена вот этими песками. Сейчас в настоящий момент эти пески большей частью речкой цепой демилизированы, вынесены, в общем-то. И мы видим небольшую, буквально их оставшуюся часть. Буквально лет 10-15 назад, я, к сожалению, не помню автора, кто, он написал такой интересный вывод, когда делали вывод по Баунтерской котловине, и на основании анализов споропольцевых со скважин они сделали такой вывод, что 7000 лет назад у нас был голоценный так называемый максимально теплый период в последние 10 тысяч лет на основании того, что было очень много споры сосны. Но вот ученые почему-то не учли тот момент, что сосна в наших районах развивается на тех почвах, которые легко проницают водой. Любые пески, какие-то щедрящие грунты. То есть если брать, что в тот период 7000 лет назад у нас почти вся была заполнена песками, соответственно основная растительность там была сошна, а не листиница. Листиница она присутствует на глинистых межзлотных почвах, для нее характерных. И вот такие брать за основу такие выводы никак нельзя. Вы должны прежде чем как будущие исследователи, как будущие учителя, допустим, как будущие ученые, принимать вот эти вещи и сопоставлять, чтобы прежде, чем делать вот такие выводы. никак нельзя. То есть сосны мы сейчас видим, вот здесь все заполнено сосной, и что значит это получается как бы можно сказать голоценный оптимум в настоящий момент. И вот это просто связано с грунтами, с почвами, которые именили. Это надо обязательно учитывать такие моменты. Следующая из серии сказок тоже, которые распространяют жители Баунтовского района, гора Большой Капсон. Как вы видите, вот здесь черкообразное такое углубление на этой горе, и жители поселка Баунт или Горячий Плюз, так называемого, пускают периодические легенды о том, что это лукан. Не зная, не понимая ситуацию, да, скажем, внешне он похож на лукан, внешне он похож на лукан, но прежде чем говорить такие вещи, и самое главное, большая часть населения поддается на эту провокацию, да, и готова рвать трубки, метач, драться за это и утверждать, что это вулкан, не имея на то никаких абсолютно выводов. То есть, когда мы можем говорить, что это вулкан? вулкан, если мы рассмотрели эти таблики, то вулканы бывают разных форм, они разных форм. То есть, бывают так называемые щитовидные вулканы, вот он здесь пока открыт. Он практически никак не отражен на поверхности конуса, выноса. И то есть, судить о форме, судить о форме вулкана, о форме о том, что это вулкан, это, наверное, не самый правильный вывод. Причина, причина образования вот того кора это ледник, это ледник. Ну, основой этого является то, что он, вот эта гора, она сложена невулканическими породами. То есть, мы должны вот эти вещи понимать, прежде чем мы должны говорить о том, что это вулкан. Кстати, об этом говорили местные учителя, географы даже. То есть, ошибка такая была, и мои дети, кто занимался в кружок, в общем-то, с ними вступали в споры и даже в конфликты на эту тему. Это как бы с географом, ботаником. Может быть, имейте ввиду, прежде чем вступать с вашими учениками в спор, да, в начале проверьте насчет правильности вашего мнения. И вот как раз схема формирования ледника показывает, как они появляются, как появляются такие подобные формы, как появляются такие подобные формы. Ледник, он как большой гундозер, очень большой мощностью, он выпахивает, выпахивает огромные поля и создавая теперь самым ложе, так называемого, ледника, вот мы здесь видим конкретно ледник и его ледниковый карк, который в общем-то производил, производит работу, пока он существует, пока он существует, выпахивает. Еще одна из версий, значит, подтверждений того, что это вулкан жителей, это то, что оттуда бежит рядом с подножием горячая вода. Но горячая вода это не есть признак вулкана. Горячая вода, то есть у нас есть с вами обыкновенные поверхностные воды, которые, погружаясь по каким-то глубинным разумам на глубину 1, 2, 3, 4 километра, они нагреваются, все вы знаете, есть такой геотемперационный градиент, который в среднем принят был 3 градуса на 100 метров, в общем-то, если мы посчитаем грубо так, значит, не километр соответственно должно быть плюс 30 градусов, он не всегда так четко срабатывает, но это в среднем он как бы пример, значит, соответственно на 2 километра у нас уже 10 градусов в воде погрузилось на 3 километра соответственно на 90. То есть вот эти вещи надо понимать, а Богачиева проведшая у нас исследование написала свою монографию по этому поводу в 1956 году и она как раз подтвердила то, что этот источник, этот источник именно от поверхностных вот с помощью анализа газа ну вот наверное в принципе пожалуй еще кратенько если так какие у вас вопросы будут то есть еще я хотел так подчеркнуть экспедиции экспедиции еще раз экспедиции все ваши теоретические наблюдения и новые выводы подтверждают или опровергают и вам дали право на какие-то новые заявления подчеркнуть можно вернуться к слайду где вот эти разрезы был в профиле а вот вот да а вы можете объяснить почему получается вот эти склоны которые вопрещены к муйской впадине были они такие резкие а с этой стороны это объясняется то есть основной шок поднятий был вот в этой части вот он шок вот эта поднималась часть и она за собой увлекала вот эту часть соответственно она как бы ее вот эту часть она растягивала то есть тут получался вот такой треугольник здесь получался полокий а здесь более крутой и мы все видим острый вершин острые вершины максимально они приближены вот к этой, как раз к падению, соответственно, и здесь полный. То есть ближе к муську падение получается более интенсивный процесс? Да, да, да. То есть чем дальше, чем дальше. Здесь максимально падение проходили здесь, здесь тоже вот они в этой части, а эта часть как бы она тянулась. Вот эти блоки, они целые, единые целые блоки, которые... То есть примерно можно представить, как вот такой диолик вот с такими вот краями, и, соответственно, вот эту часть мы имеем сейчас как пенопитный рельеф. Второй вопрос. В литературе часто встречается понятие монгольского пенеплемя. Вот то, что вы говорите, там эти моря отступали на восток, на юго-восток, получается, да? То есть, соответственно, на территории Монголии через самые процессы происходят? Все люди одинаковые политические, да? Ну, они отступали, я на Монголию не могу точно сказать, идеология Монголии плохая, но они отступали у нас на Забайкалье, конкретно, вот там прямо четко это подходит. И следующее, дальше они уходили в Китай по породам. В Монголии я не могу, может там немножко она могла чуть в стороне быть. Вот. Но то, что они от Забайкалью вот это прослеживаются очень четко, и прослеживаются уже потом галили в Китай. Постепенно отступали этих пород. То есть морские отложения там все более молодые, молодые, молодые. И мы сейчас... То есть по времени отхождения получается, да? Да, да. То есть это все это прослеживается, там есть великолепные остатки рыб. Хотя же у нас в районе Келембы, я никак не могу доехать, к сожалению. В районе Келембы есть одно обнажение, где имеются рыбы. Диванского периода? Нет. Они, по-моему, Мезозойские. Мезозойские? Да, я на нем не был еще, не знаю, в общем-то. Мне о нем рассказывали наши местные жители, что они там были геологами работами. Мезозойский намного позже получается? Сколько? 200? Ну, у нас Мезозой заканчивается 70 000 лет назад. 70 000 лет назад. 65 000. Вот. То есть и 200, вот грубо, 270, 250. Вот 270, 270. Вот в этот период существовали моря. Вот еще они постепенно туда отходили. И еще буквально вот они, слили, это видно хорошо очень. И вот тот же район, допустим, Приоргунья, до Байкальского края, там очень много обнажений с этими рыбами, с мезозойскими рыбами. Спасибо. Еще вопросы 5 есть? Да, пожалуйста. Спасибо большое, Олег Николаевич. Интересная лекция. Меня зовут Секретина Ханбаева. У каждой географии и геокологии. Вот Вы вдоль и поперек, наверное, прошли уже все Витимовское московонье. Слышите лица Вас позади. Уже больше, точно больше, чем мы. И вот такой вот вопрос. Самые интересные формы рельефа. Мы говорим, да, о истории позиции этого банковского района. Что Вам удалось увидеть вот в этих экспедициях, ну лично? И что у нас было наибольший интерес, наверное, вопрос? Ну вот я уже как показывал здесь как раз. Это вот как раз речей Березовый, речей Березовый. Вообще, то есть идет формирование современного рельефа, и на него наложены какие-то древние формы. Вот, то есть, местами непонятно, местами мы видим, что это похоже на ледниковые формы. Местами похоже, что это какие-то древние подводные каньоны, в общем-то. Настолько она своеобразная, она не очень большая по площади. Ее площадь где-то примерно около двух-трех квадратных километров. Но богатство и разнообразный формы. Это что там? Я восхищался, восхищаюсь, наверное, буду каждый раз восхищаться, наверное, с этой горой. Это идет обнажение карбонатных пород вот этого древнего кораллового рельефа. И благодаря самим карбонатам, самим по себе карбонатам, они, как правило, тоже дают очень интересные формы. И остаткам древних форм. Это все друг на друга наложено. Кроме всего, практически по всей этой горе мы видим, вот, в рельефообразовании принимают участие вот эти коралловые рифы. Они везде великолепно видны. И какие-то их те были структуры, которые раньше они были, они отражены в современном рифе. Очень хорошо, великолепно. Это, пожалуй, одно из самых интересных. Ну, конечно, сами высокие горы, пики, они по себе вызывают освещение. Но на столь малой площади, наличие столь большого разнообразия форм, это, ну, очень-то удивительно вообще. Мы вот, как бы, готовили этот объект Сергея Михайловна с командой, которой Сергея Михайловна занимается как объект природного наследия. В общем-то, ну, пока не все в этом плане. Идет хорошо, как хотелось бы. Но очень интересный по всем. И к нему, кстати, привязана растительность интересная, в общем-то, вот как раз это подтвердят. И интересные географические формы. Я, как спирю, вот там нахожу свое. Геологи находят свое. Палеонтологи находят свое. То есть, мы началось с того, что мы туда нашли какие-то необычные формы и показали нашим палеонтологам, которые занимаются полезными формами. Они туда привлекли своих специалистов. Специалистов как раз это. И потом как раз биологов туда подключили, значит, соответственно. Тоже они, в общем-то, у них интересные такие открытия. Существование форм, которые не должны, по идее, существовать рядом. Степные, лесные и тундровые, собственно, формы. Высокогорные. Высокогорные, да. Они там существуют. Это как раз все в едином комплексе создают очень интересные объекты. Для того, чтобы вы поняли, то есть, мы кораллы. Представляете, те, которые, ну, коралловые веточки, да? А это вот здесь, это много миллионов лет назад. Берешь и от горы вот прям можно выходит. Помимо, эти коралловые веточки. То есть, они на поверхности находятся. Как раз там следующий слайд у вас был, где вот эта подарейка, да, лежит. То есть, вот такие вот формы, они мягкие. То есть, их вот можно спокойно ножом проткнуть. То есть, они вот действительно очень такие чувствительные, да. И их надо охранять. И туда мы максимально это не рекламируем, потому что, чтобы туда толпы народу не ходили. По сути, это, несмотря на то, что труднодоступно, но если при желании, можно дойти, конечно, и найти. Ванная, полонами. Привезите нам кусочки. А у вас есть кусочки? Подарить можем вашу коллекцию. Спасибо. Да, да. Потому что там очень много интересных вот таких вот явлений. Поэтому мы сейчас сначала делаем восстанование как памятник природы, причем ландшафтного значения, да. Потому что там по всем направлениям очень интересно. Вот Роман Юрьевич там тоже нашел интересные виды, да, Роман Юрьевич? Все это у нас пока идет в процессе. Затем вот из тех тоже вот... Новая точка места обитания одного вида, который является краснокнижным видом для России. То есть это... Господи, как по-русски это сказать? Остролодочник трех источков. На латыни разговариваю. Поэтому очень интересный действительно объект. И еще бы не сказать, что там еще большой водный объект. Ну там это спириологический, так называемый, интересный объект. Потому что мы вычислили, что там внизу под... Там ручей уходит, исчезает. И потом появляется через три километра. И мы с ребятами в свое время занимались изучением. Нам не было понятно... Всю зиму бежит речка, источник. И мы вычисли, что там находится резервуар под землей не менее одного миллиона квадратных кубометров воды. Озеро? Да. Мы туда сейчас пытаемся прорваться. А вдруг там сохранились... Да, там могут быть какие-то очень древние формы. Причем в тех местах именно очень хорошо. Древние? Древние формы сохраняются в тех местах, где есть приток современной воды. Здесь не нужно питание. Например, взять пещеру Долганская Яма, есть озеро. Но практически притока нет такой воды. И, соответственно, формы там выжить очень трудно каким-то. А здесь есть приток воды, который поставляет питание. Питание. Питание каким-то растениям, питание каким-то животным. И, в принципе, у нас плана будущих есть. Если мы там что-то так справляемся к этой воде, привлечь туда и микробиологов, и прочих специалистов, которые, в общем-то, занимаются этими вещами. Сейчас очень много находят, особенно вот на Кавказе, эндеников, которые в пещерах существуют очень интересные. И есть ли там вот экосистемы? Да, там вот эти экосистемы, да. Очень. И там не только могут быть. Там и растительность может быть какие-то, какие-то решения, или еще что-то очень интересное. Вообще, в целом, пещера – это кладезь для всех людей. Я, как всегда, пропагандирую. Потому что там можно найти то, чего мы сейчас не имеем на нашей планете. Вопросы еще? Студентка, давайте вопросы. Интересно разве? Все равно это совсем другой взгляд, это другая часть. Туда не каждый, как говорится, может доехать, да? Можно поставить себе цель и съездить туда. А еще, Олег Николаевич, мы знаем, что у вас нынче была большая специологическая экспедиция, как раз когда мы уезжали, к вам приезжали другие. Вы и знали, да? Была такая. Какие у вас вот первые результаты получены были? Потому что в одном месте собралось очень много увлеченных людей, как раз с педиологией, да? Ну, эта экспедиция была, она не только спортивного характера, она была не научного характера, она была спортивного. Потому что, ну, поскольку я занимаюсь пещерами, а пещеры имеют свойство иметь еще кроме длины глубину, соответственно, надо иметь работу с тем напряжением, которое есть. И вот эта экспедиция, как раз она была заточена под этой прижелью, или Санкт-Петербурга, с Урала дети, это была детская экспедиция, так называемая, молодежная, потому что были школьники, были студенты. Основной возраст участников был от 14 до 19 лет. И вот как раз учились правильно, грамотно, хорошо, безопасно ходить по пещерам, чтобы что-то делать. Ну, и кроме всего прочего, еще какие-то находки. Мы там занимаемся палеонтологическими исследованиями. Мы как раз в этом году, после 15-летнего перерыва, мы начали опять продолжать раскопки для палеонтологов, выемка по слойной отложениям, промывка костей, потом передача их соответствующих специалистов. То есть, во всяком случае, красного волка мы уже там нашли, который сейчас у нас ближайшее место обитания на Сарьянах находится, когда-то не существовало там. Даже мы договорились с канадцами, что они нам определят его возраст, но пока из-за пандемии, к сожалению, мы можем делать уже два года, как этот проект висит, как бы у нас есть возможность. И впереди там очень интересные находки. что мы увидим уже на горизонте грот, который полностью засыпан костями и какие-то там кости. Ну, в большейком случае, два черепа похожих на медвежьих я уже увидел. Что там будет впереди еще, никто не знает. Нужны рабочие руки, да, Олег Николаевич? Ну а сразу же говорить, кто хочет участвовать? Хотя, не соответственно, в Дознанской линии у меня только когда-то второй ход, мы сейчас засыпаем, но еще пока не совсем на прогрессе, это второй ход был. Вот, и в него животные попадали, была естественная ловушка, для нас было непонятно, как столь узкие ходы могли попасть за пяти медведей, могли попасть в волки, такие крупные животные. Это было загадкой, пока мы не разобрались, что был второй вход, и с этого второго входа с ловушки они туда падали. Ну и там, в том числе, мы сейчас работаем грызуны, летучие мыши, все, то есть мы собираем информацию, сколько возможно. В общем-то, такая большая силенная научная работа. Связь биологии и географии, да? Да, безусловно. 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 Да, там, как бы, палеонтология в этом деле присутствует, обязательно. Палеонтология и археология, то есть, в Галеонтале пещеры, допустим, хороши, чтобы большинстве с них всегда были люди. У нас их, к сожалению, почти нет. У нас в самом вертикане, вот поэтому тут немножко, хотя и вертиканных тоже, но они могли существовать. Вот еще есть такое, на территории Ивановского района есть еще вулканические явления. То есть, вы про псевдовулканы нам рассказали, про хавдовулканы, а еще бы немножко хотелось про вулканические явления. Да, вулканы. Вот как раз, когда начал формироваться Байкан, когда начал формироваться Байкан, и после того, как появились вот эти впадини, миложельские впадини, часть, какая-то часть территории Витимского района, начали действовать вулканы. Эти вулканы продолжали действовать. Самый молодой из них сейчас считается возраст определенных 600-1000 лет назад, закончил свое существование. Но они оставили после себя огромный след, это, так называемая, Амалатская плата базартов, сотни тысяч квадратных километров, причем, мощность базартового покрова достигает местами 200-300 метров, в общем-то. он не совсем классно отбывает. Ну и остались жерла вулканов. Вот буквально три недели назад мы с квадрокоптером посетили четыре вулкана, которые мы нашли, один не нашли, и сделали видео съемку. Надо сейчас фильмы делать этих жерлов вулканов. Тоже интересная такая тема. А какие вулканы? А? А какие вулканы? Базартового основного типа вулканов. Нет, они именные вулканы? Есть именные, да, есть именные, а есть просто, допустим, если кто-то когда-то бывал в Баутовском районе, есть такой поселок из Желинда. Однажды, когда я был молодым специалистом, я в мае месяце летел на вертолете из Желинды под горем, и просто сидел, и пальцы запекали, и неправильно видно вулкан, и неправильно видно лава, куда текла. То есть это, может быть, вообще просто была сказка какая-то для меня. Они там очень чаще не именные, а вдоль трассы, там, да, именные у нас вулкан Домбровского, два вулкана Якша, и вулкан там Дедушка, вот как раз. Да, это процесс был, он как-то не просто, да, и вот мы в пещерах, что еще нашли интересное, скажем, да, привязанное к нашему рельефу. То есть, вот когда, видимо, существовали эти вулканы, здесь везде были горячие источники. У нас с вами рядом с Улан-Удэ находится пещера Кальцитовая, она тоже сформирована горячими источниками. Сейчас мы их не имеем. Но когда только Байкал начинал формироваться, и вот эти вулканы, в частности, видимо, все это спровоцировало наличие горячих источников, я думаю, на всей практически территории нашей бурятии. Просто мы не везде это видим пока еще, но, я думаю, это еще в предыдущей среде. Еще много открытий таится, да? Да, еще много открытий в этом плане. Еще, ребята, вопрос. Кто горит желанием взяться на эту тему? Для чего у нас это не пройдет? Для того, чтобы вы поняли, критически осмыслили, хотите ли вы этим заниматься, да? Потому что, действительно, поле деятельности огромное. То есть, если у нас где-то рядом с городом это более-менее доступно и исследовано, вот эти наши дальние районы, Баунтовский, Северомуйский, тот же Акинский, например, район, там, действительно, можно открыть и делать на каждом шаге. Пока это белые пятна для любой науки, независимо от того, с какими науками мы занимаемся. Ну, естественно, на научном направлении. Еще, ребята. Ну, Олег Николаевич, у нас спускался в пещеру не только в России, да? Как я понимаю? Нет, я только в России. В России? Ну, и в Абхазии лучше, как бы. В Абхазии, да. Из тех пещер, какая все-таки у вас самая, которая... Вы все-таки как с пилюлок, да? Какая самая любимая, или какая самая вот такая вот прикипела в душе? Ну, это наша пока самая любимая, в которой мы работаем, Долганская яма. Хотя, в принципе, ну, с периологией я уже прошлый раз говорил, это... То есть сейчас в Сибири известно около 20% пещер всего. То есть 80%, ну, не знаю, на может даже и меньше. И буквально за последние годы три очень большие открытия мы делали в Забайкальском крае. Очень красивые пещеры, очень информативные. То есть, ну, вот, желание, если громы туда, пока их не успели разрушить, нам дали. К сожалению, процесс идет. Чем больше мы открываем пещеры, тем их чаще пытаются, к сожалению, разрушить. Максимум излишней информации. Максимум излишней информации по этим процессам, которые происходили когда-то в нашей земной Корее. В принципе, вот, недавно буквально, если кто-то хочет посмотреть, кликните, на ютубе вышел фильм «Пещера Ботовская пещера» называется. Иркутяне проводят исследование, очень интересно, самая длинная пещера России, 70 километров длиной. Да. И очень интересно. Вообще там чертами археологии, и палеонтологии. Там нашли карту пещеры древнего человека, которую он нарисовал, значит, как туда попадал. Выделили вид медведя отдельно, который ботовский медведь, так называемый, да. В общем-то, много интересных открытий. Как бы. То есть это критичное мнение? Ну, медведь я не знаю когда, но человек точно не критичное мнение. Но кожа, да? Ну, это ближе кожа, потому что у нас, это, скорее всего, может, было цен даже какой-то. Вот. Я не знаю там будет, пока его не отрияли, потому что человека вроде как нашли, как одну фалангу, что ли, и там в этом фильме, в котором говорят об этом. Вот. Ну, следовательно, это неинтересно. Я говорю, любые, куда бы меня не толкнулись. Если у вас есть интерес, если у вас есть какие-то объекты, то я думаю, что вы всегда можете сделать какие-то серьезные большие открытия. Даже, может, и возглава над это. Но главное, это хорошо над этим поработать, и тогда... И надо понимать, что не бывает одной идеологии, не бывает одной географии, не бывает одной той же идеологии. Все это в совокупности вам может как раз вот дать вот эти интересные открытия, может что-то показать. Вот. Именно в совокупности. Поэтому, как бы, я всегда стараюсь привлекать специалистов к нашим работам, чтобы мы понимали, с чем мы имеем дело, и с чем все это, как бы, может закончиться. Вот. Идея так комплексных ваших научных работ. Да, комплексных. В паре работают биологи, географ, да? То есть, и тогда работы будут намного сильнее, и вам будет интереснее работать, потому что тут два действительно специалиста, которые работают с тематикой. Надо вернуться к практике, что ли? Готовить биологи, географы сразу, да? Географы, географы. Отвое. Я не знаю, насколько это, насколько это, так сказать, легко или сложно. Географы, географы, или наоборот, географы, биологы. Ну, просто надо понимать, что, как бы, не единая вот эта наука, она не одна, но в комплексе только дает хороший положительный результат, когда мы оценим с высоты объект, объект высоты именно. Чтобы оценить объект, надо выйти за его границу, вы сами знаете, это там, да, чтобы понять. Хороший отпраздник, да? Выйти за границу объекта. Да, выйти за границу объекта, посмотреть на него сверху, да? Нынче, в последнее время, получается, это все затащено, все, наверное... Узкая специализация, да. Узкая специализация, все, в глубину... Ну, мы как бы должны, в общих чертах, мы должны быть общей, так сказать, общее образование наше должно быть широкое, но, в то же время, мы должны быть, наверное, никакими-то узкими специалистами, без этого невозможно. Вот. Но если мы будем чисто узкими специалистами, у нас не будет кругозора, мы не сможем связать процессы, просто-напросто, происходящие. И все. Полностью согласен. Ну, уважаемые ребята, кто действительно захотел заниматься наукой сейчас, после этой реакции, поднимите, пожалуйста. Ну, побольше поднимайтесь, чтобы вы это изменяете. Один темно. Ну, темно уже нехорошо. Вот. Вика. Географы. А географы у нас что-то ядно. Географы у нас что-то вообще как-то спокойно. Как раз, ребята. Есть стилы для расслушивания. Они в процессе, они уже вздумывают, да? Нам в прошлый раз говорили про пещеры, чтобы публика ездить, потому что они там и нас слушают, кошки, которые действительно слушали, поэтому и так было. Да. Мы специально в этот раз делали не про пещеры, потому что пещеры, если кто-то не слушал прошлый раз лекцию, она есть в записи. Но, когда новости буду писать у нас на страничке, я еще раз ссылочку отправлю, для того, чтобы посмотрели те, кого не было на прошлой лекции, да? Поэтому, так как Олег Николаевич у нас все-таки человек очень интересный, если действительно приятно общаться, когда мы находимся в экспедиции, в поле, он прекрасно играет на гитаре, а когда знаешь, что едешь в лагерь, там, где будет Олег Николаевич, и знаешь, что там будет сухо, комфортно, то есть полевые условия это действительно тяжело, когда палатка сыра мокра, а здесь, когда чуть ли не базиком ходишь между палатками от костра и тому подобное, когда везде навесики, везде все это, когда ночью от медведя Олег Николаевич тоже выходит и проверяет, вообще чувствуешь себя очень комфортно. В 19-м году, когда под проливным дождем в ливень приехали на место, да? Ну вы встань термолюджит, расскажите! Я себе расскажу. Ну вот, вроде бы я, сколько есть, да, по экспедиции, но меня больше всего поразило, когда вот в 19-м году мы приехали возле ущера Березовой, льет дождь, нас выгружает из... Машина была... Урал. Урал, да, Урал. Выгрузили вещи, мы все промокли, в ботах, перетаскали вещи, и где-то через пару часов интенсивной работы уже все, тенты везде натянули, сидели пилить горячий чай. И сушились. И сушились. И легли спать в теплые палатки. Вообще проливной дождь. Мы ехали туда... Дождь, в итоге, не переставал, он так и целую неделю шел, да? Практически. Ну, да. Ну, там с перерывами. Но мы все-таки по... Открутите, пожалуйста, вот этот слайд, который... Я вот как раз... Какой? Студентом... Где этот? Березовый. Да, да. Вот это у нас... Обнажения-то были? И сам Березовый. Ага. Сам Березовый. Вот, вот, вот. Вот мы, получается, почти что в семи километрах, вон, по долине, да, внизу расположились. Там расположились, да? Вот. И оттуда вот здесь, болотистое место. Мы в болотниках шагали сюда, наверху на эту гору, взбирались на эту гору, целый день работали, и вечером мы обратно шагали туда, где-то семь километров, да? Они меньше... Ну, шесть километров. Пешком. Знаете, это сколько надо иметь фанатизма, да? Под дождем идти, забирать здесь материал, все на себе таскать, и обратно идти. Ну, интересно, вот в этом-то и заключается фанатизм наших естественников. Потом есть еще вспоминать, когда все проходит слишком гладко, как-то обычно такие экспедиции забываются. Кстати, на этом тут есть пещеры, да? Да, да. Там пещеры были. Первый раз мы там были, второй раз уже с этой стороны были. И сбирались вот на эту верхушку, а там на этой верхушке, как раз где-то, где вторая особка, там как раз находится пещера, да? Да, да. Здесь она с этой стороны. А, вот здесь ближе, да, получается? Вот там мы туда залазили. Очень интересно. Это еще как бы понятно, что такой объект должен быть и по местам поклонения местного населения, ивентов, я вообще выявляюсь, как мы нигде ничего, никаких следов не нашли, но должны они быть обязательно. Да. Все к этому идет, мы уже как бы не привлекали людей к этому, но пока еще ничего не нашли. Ну, просто я даже элементарно, вот, должно быть где-то места поклонения, сто процентов, потому что даже я восхищаюсь этим объектом, что говорить про местное население. Эвенки, эвенки, голые, они ничего не оставляют. Да, эвенки, да, они... Быстро разлагающиеся оставляют. Ну, мы все равно, как правило, что-то находим, а тут никаких, к сожалению, признаков нет, ни чумок, ничего, обычно чумы, или стоянки какие-то старые где-то находят, периодически. Ну, то, что, допустим, это характерно до Баунцевского района, так как это все-таки родовые земли эвенков, и вот периодически, да, эвенки хоронились из своих усопших на деревьях. То есть, вот эти выдолбленные гровы, периодически, вот в процессе, можно встретить было раньше. Сейчас, наверное, с этим... Сейчас, да, большей частью уничтожены по пожарам, хотя еще не охотники, потому что они, как бы, есть, и не только есть и места поклонения, как бы, это уже отдельная часть, как бы, мы. Это уже однография, получается, да? Да, однография, да, то есть, вот, встречается это с процессами запрещения. Ну, ребята, я думаю, мы всегда с вами на связи. Олег Николаевич так периодически к нам все равно приезжает, потому что у нас процесс наручный идет. Те ребята, которые в прошлом году горели желанием ехать, в Антовске, спускаться, все равно мы с вами это сделаем. Сейчас прошу вас остаться, немножко те, кто пять человек, да, у меня было шесть человек, всего чуть-чуть только девочки, да, пришли, мальчиков ваших нету, которые тоже горели желанием спускаться. Так. Ну, давайте... А! Подождите, решать. Что-то же еще было приятное. Ну, мы обычно Олегу Николаевичу какие-то там сюрпризы дарим, да? От нас. Но вот есть такая хорошая игра, географическая лото «Таёжная озерка на Степной», это тоже игра авторская, секретарь русского географического общества, это циренов Эдуард Аюрович, да? Мущество у него. То есть вот он делает вот такие интересные игры. То есть это географическая лото на нашем местном материале. У нас игра такая на факультете есть. Я думаю, если ваши ребята будут тоже играть периодически, когда они находятся вне... Ну, то есть, наоборот, находятся в помещении, хотя я понимаю, что они в основном всегда где-то бродят, ходят, но я думаю, что это будет такое небольшое напоминание в факультете. Спасибо. И... АПЛОДИСМЕНТЫ У нас уже частично Ленке научили, там играл в поле «Аюшки» называется, да? Луфийская косяня, как бы рястка, в общем-то. Да. И у меня ребята вот-то особенно выпустились, они неплохо мне даже довольно играли. Ну вот, в следующий раз будем учиться играть в «Аюшки». Будем. Шаре надо, да? Да. Ну, спасибо, ребята, большое за внимание. Спасибо большое всем, да. Да. Очень надеемся, что это была лекция полезна для вас. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...